Беларусь и Россия Беларусь в размере 6 миллиардов долларов и еще, чего не было в 2010 году, обеспечить бесперебойную оплату за поставляемые газ и энергоресурсы, то есть, по сути дела, обещание государственного кредитования беларусской экономики. Откуда такая щедрость? Что поменялось? Безусловно, данное событие нужно рассматривать в геополитическом контексте. Беларусь сегодня находится в очень уязвимом отношении с Западом. По сути дела, на Западном фронте у нас самоизоляция. Россия сегодня имеет очень хорошую позицию для того, чтобы заставить беларусское правительство к тому, чтобы подписать и реально передать полномочия над национальным органам, чтобы с 2012 года Беларусь стала полноценным членом единого экономического пространства и, наконец, принять все условия по энергоресурсам, которые предложила Россия. Страны договорились договариваться. Безусловно, в течение недели Путин еще раз подчеркнет важность принятия именно российских условий игры на нефтяном рынке. Это значит, что Беларусь получит объем дотации равным 6,3 миллионов тонн для внутреннего потребления. Все остальное, безусловно, будет делиться между теми компаниями, которые будут работать на беларусском рынке и, конечно же, свою долю получит российский бюджет. Это принятие российских правил игры. Это, по сути дела, сдача позиций Беларуси. То же самое касается газа. Ни о каком пересмотре контракта по газу речи не идет. Контракт остается прежним. И идут опять-таки разговоры о том, чтобы начать обсуждать правила поставки газа с 2012 года. Таким образом, сегодня мы имеем ситуацию, когда Кремль, Москва имеют возможность навязывать свои позиции беларусской стороне. Беларусская сторона, не имея свободы маневра, безусловно, должна соглашаться, либо опять-таки столкнуться с ситуацией еще большей самоизоляции. Ситуация очень-очень непростая. Если до президентских выборов ситуация была более разнообразна, Беларусь была гораздо ближе к ситуации, когда были разные интересы, была большая многовекторность. Сегодня конфликт заморожен. Сегодня, естественно, ситуация, когда мы близки к тому, чтобы российские финансовые структуры, российские энергетические структуры совершили полноценный захват беларусской собственности. И, конечно же, еще теснее, еще больше втянули Беларусь в орбиту российских интересов. Таким образом, не факт, что с 1 февраля в Беларуси бензин подешевеет, едва ли. Не факт, что жилищно-коммунальные услуги станут дешевле из-за того, что мы подписали новое соглашение. Большие дяди, богатые дяди, олигархи между собой договариваются. А Беларусь еще ближе подошла к краю той ситуации, когда можно будет решать внутренние проблемы экономические, социальные и, конечно же, политические.